Всем привет, ребята, вы на моем канале, вы на канале с Аленой, здесь про здоровье, эмоциональное и физическое. Сегодня с вами говорим про отношения, про отношения вообще в принципе, отношения дальние, средние, близкие. Это очень-очень важно, потому что во многих случаях отношения приводят к тому, что либо вы реализованы, либо нет. Нет, причем тут в отношениях тоже существует некая реализация и бывает так, что эти отношения становятся для нас прям-таки серьезным толчком к решению того или иного вопроса. Напоминаю, что для каждого из нас характерны свои цели, свои задачи, свои принципы построения. И, соответственно, бывает так, что мы выбираем что-то, что не наше, либо что нам не нравится, либо что, в общем, происходит не так, как нужно. Напоминаю, что отношения с малознакомыми людьми в контексте социальных ролей, они вообще абсолютно бывают ненужные и неважные. Напоминаю, что в любых отношениях мы можем научиться критиковать, хвалить, конфликтовать, выражать свое мнение, отказываться, просить, но почему-то не все это делают. Напоминаю, что в отношениях могут быть разные такие моменты. Это дальние отношения, это близкие отношения, это средние отношения, грубо говоря, условно. Суть отношений в основном это поддержка, взаимопомощь, социальная среда, саморазвитие. Но когда, например, идут близкие отношения и отношения с проживанием, любовные отношения, и люди не могут в этих отношениях проявлять себя, выражать себя, просить в этих отношениях, хвалить, критиковать, то, соответственно, мы понимаем, что очень-очень серьезные вещи происходят, и человек испытывает страх, стыд, вину, негативный опыт, и, соответственно, возникает привычка делать это вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь. И, в общем, эти отношения могут приносить максимум разрушения, и от их качества зависит ваше благополучие. Именно поэтому я считаю, очень важно научиться просить, научиться отказывать, научиться благодарить и научиться действовать. Напоминаю, что цель всех отношений – это в основе саморазвития, в основе взаимодействия, в основе групповая такая некая сплоченность. И если в отношениях с друзьями, с сотрудниками вы испытываете тревогу, то бывают достаточно неприятные ситуации, которые очень важно решать постепенно. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу, дам обратную связь.